МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все подряд. Это комплексная система. Но для Санкт-Петербурга это не основное. Санкт-Петербург большой город, на медицину выделяется достаточно много. Основное, конечно, нагрузка и нехватка специалистов. Ну и одно за другой цепляется, то есть конкретно не хватает специалистов, увеличится нагрузка на тех, кто остался. Те, которые остаются, работают на износ, но насколько это долго может продолжаться, непонятно. Тут еще вот такой аспект, который сейчас не видно в печати, нигде в СМИ не видно. Если посмотреть на структуру врачей, которые работают в первичном звене, то выяснится, что 75% врачей – это врачи опытные, но их возраст от 50 до 69 лет. Ну так статистика считает. Соответственно, через 10-15 лет мы как раз впадем в такую яму, из которой будет вот то, что сейчас, это казаться… То есть это только начало проблем сейчас? Начало, ну да. Вот если посмотреть статистику с 2008 года по сегодняшний день, то врачей в Российской Федерации уменьшилось на 72 тысячи. Из них, например, врачей скорой помощи из 19 осталось 11. Из участковых терапевтов на 4 тысячи уменьшилось количество врачей. Ну опять же, это нагрузка и возраст. То есть даже вот такая моя специальность, как скорая помощь, большинство врачей после 55. А молодежь или люди, скажем так, в расцвете своей карьеры предпочитают, наверное, все-таки стремятся, наверное, все-таки устраиваться в какие-то частные клиники, где платят больше? Сильно различаются зарплаты в государственном учреждении? Ну если нам говорят, что не хватает 40 тысяч врачей, просто не хватает, ясно, что есть места очень лакомые. И будешь ли вот в такой амбулаторию работать, в которой ничего не построено, какие-то ужасные коридоры и нагрузка 37 человек, я так понимаю, на 6 часов. Ну и частные, где как бы ясные зарплаты и условия. То есть вот сейчас где-то в Санкт-Петербурге можно найти сразу, с небольшим опытом, зарплату от 100 тысяч для узкого специалиста. По вашей информации, по вашим сведениям, какая медицинская профессия сейчас может оказаться самой редкой? С каких позиций больше всего бегут? Вот в Шушарах мы видели педиатров, да, совсем не хватает. Ну я думаю, педиатры, да, это просто проблема очень большая. То есть наше государство и вообще система, мы ориентируемся на Запад, вводим их стандарты, не понимая, что наша система советская была очень серьезно отлажена. И вот эти все ординатуры для непонятных специальностей, которые можно работать и без ординатуры, и с какой-то специализацией отдельной, можно начинать работать после, сразу, после школьной, ну не школьной, а институтской скамьи. Ну, например, врач скорой помощи. Ну зачем еще интернатура? То есть врач скорой помощи, по большому счету, должен оказывать первую помощь врачебную, да. И он ее должен оказать после 6 курсов. Зачем еще какая-то интернатура? То есть мы не уверены в своем обучении, мы не так учим, то есть отсюда, наверное, надо толкаться. То есть снизить требования, предлагаете? Дело не то, что снизить требования в плане, чтобы именно институт уже давал выход тех специалистов, которым не требуется какой-то дополнительной специализации. Я объясню, у нас была советская система, она была очень отлажена. Например, вот вдумайтесь в цифру. Мы обслуживаем, скорая помощь обслуживает 46 миллионов, ну то есть выезжает 46 миллионов вызовов в год. То есть понимаете, если бы у нас была постоянно какая-то ошибка, даже вот если бы мы ошибались каждую тысячу, вот каждый тысячный вызов какой-то такой, не такой, по которому надо разбираться. Откидываем три нуля, получается 46 тысяч ошибок. Огромная цифра, огромная. Мы бы тут просто, вот оказывается, да, вот, но у нас такая система была отработана, которая исключала эти ошибки. Как она работает? Очень просто. Приехал ты на вызов, оказал помощь, не забрал, человек остался дома по какой-то причине. Отказались родственники или еще что-то, или ты там не разобрался с ситуацией. Ну, крайний случай, не разобрался с ситуацией, не оказал помощь. Тебя вызывают снова. По законам нашим негласным, ты его обязан увезти в стационар. Разобрался ты, не разобрался. Ты все равно отвезешь его в стационар, и ему там окажут помощь. Вот последний случай, который вот конкретно сейчас, вчера, по-моему, произошел. Умер ребенок. Работали бы, если бы работала схема, то все было бы нормально. То есть доктор приехал, ну что, каждого ввести с температурой? Ну нет, ну видишь, что вроде бы нормально. Ну, оставим эти нюансы. Приехал доктор, сделал укол от температуры, он не помог. По нашей системе вызывают второй раз. Там был второй раз, доктор второй раз не приехал. Почему не приехал? А нет машин скорой помощи. То есть здесь просто банально оптимизация. Машин, это бригад скорой помощи мало. Доктора второй раз не приехали и не увезли этого ребенка в стационар. Диспетчер понимает, что ситуация аховая, но он не первый день не работает. Он предлагает этому родителям привезти ребенка самостоятельно в стационар. Ну и вот кто здесь крайне? Ясно, что если была бы свободная бригада, они бы приехали второй раз, тем более повторный вызов. Когда повторный вызов, уже едешь весь на напряжение. Уже там будешь осматривать не так, а температура, температура. Просто сверху донизу. Но эта система не сработала. Скорее всего, что там заоптимизировано до таких, что вот эта норма, которая была при Советском Союзе, одна бригада скорой помощи на 10 тысяч человек, просто не работает. Страшные вещи, говорите. А страшнее всего, что это системная проблема. Действительно, абсолютно системная. И точно так же в Шушарах предлагают людям брать талончики на две недели вперед. Да зачем мне ваш талончик на две недели вперед, если ребенок болеет вот сейчас? Его сейчас надо лечить. А ничего с этим не сделаешь, потому что такая система и так поликлиника работает. Бредово абсолютно звучит. Но вот тех же Шушарах предлагают жителям подождать, когда количество детей в районе превысит 10 тысяч. Тогда им будут расширять сферу оказания услуг. Будут выделяться новые помещения под поликлиники. Но сейчас 7,5 тысяч детей. Сейчас уже не хватает. Вот именно сейчас не хватает. Что делать в этом случае родителям? Вы как профсоюзный деятель, наверное, теперь уже расскажите. Какие возможные сейчас ходы, какие действия у родителей и у самих медиков? Которые медики тоже, наверное, заинтересованы эту систему исправить? Медики заинтересованы в этом исправить. И наш профсоюз действий, Лига защиты врачей, Ассоциация врачей, Альянс врачей. Мы сейчас выступаем Единым фронтом. И сейчас прошла акция с 14 числа перед Министерством здравоохранения. И планируется всероссийская акция, на которой я приглашаю всех поучаствовать, включая и жителей Шушар, потому что это их проблема. Просто прямая проблема. И проблема настолько комплексная, что на данный момент Министерство здравоохранения не знает, что делать, чтобы выйти из этой ситуации. То есть количество врачей сокращается, и ситуацию не удается переломить коренным образом. А сокращается именно в бесплатной медицине, в государственных учреждениях, либо вообще в стране вузы меньше специалистов выпускают? Ну, вы знаете, на последнем съезде профсоюза действия поднимался этот вопрос. И у нас возникает такое ощущение, что лоббируются интересы частных страховых компаний. То есть сейчас стоит задача дискредитировать полностью бесплатного здравоохранения, чтобы вот эти деньги ушли в ДМС, то есть в платную медицину. Ну и еще, видите, тут комплексные проблемы. То есть Владимир Владимирович Путин обозначил, чтобы была нормальная зарплата, но при этом не выделились деньги. То есть ясно, что во всех странах, и в том числе в нашей, надо, чтобы ВВП было не меньше 6%. Потом вот что касается вот по этому моменту, который вы сейчас обозначили здесь. Ну, представляете, строится микрорайон. В микрорайоне планируется население от 40 тысяч. На каком этапе планируется строительство школы и поликлиники детской и взрослой? То есть мы строим микрорайон, и при этом понимаем, что там кто будет жить? Животные, что ли? Кто? Люди. Соответственно, по всем СНИПам понятно, что на микрорайон такой-то численности. Нужна поликлиника, да столько-то мест. А сейчас они в 2019 году планируют, где этот чиновник, который отвечал за этот норматив. В ближайшем будущем предусматривается введение новых нормативов к застройщикам, которые обязаны будут при возведении жилого комплекса выстраивать еще и социальную инфраструктуру. Другое дело, что такое жилье будет дороже и не всем по карману. А что делать с тем жильем, которое уже построено? Вот те же шушары, пожалуйста. А там нет этих поликлиник, должного числа их, по крайней мере. На ваш взгляд, ваши акции, наше обращение внимания на эти проблемы способно привести к каким-то сдвигам положительным? Потому что с 2019 года вроде бы обещают индексацию зарплат медикам. Правда, непонятно, насколько велика она будет. Но если государство не выделит деньги, то никакой индексации не будет. Сейчас повышаются зарплаты следующим образом. Срезаются все статьи и все кидается на зарплаты. Вплоть до того, что учреждения берут кредит и залезают в кредиты, чтобы выполнить указы президента. Соответственно, этот ком будет расти, и как мы будем в дальнейшем выбираться, это непонятно. В-третьих, у нас очень дорогие медицинские чиновники. В-четвертой системе, это, естественно, вузы, которые сами по себе именно уровень подготовки упал. То есть я был заведующим отделением, ко мне шли студенты пятого курса. Их знания даже по простейшим моментам были очень далеки от совершенства. Я еще раз говорю, что система комплексная, и Минздрава нет методики, чтобы это решать. Еще скажу именно о чиновниках от медицины. То есть получается, что они исполнительные органы, они встроены в систему, и по большому счету никто не поднимает эту проблему на тот уровень, на который надо. Единственное, это вот нам снизу, через профсоюзы, через альянс врачей, через Лигу защиты врачей, через профсоюз действий подниматься, митинги по-другому не остается. То есть уже поднимаются такие вопросы, как бы на профсоюзах, что, а давайте устроим запастовку скорой помощи. Ну, и кому от этого станет лучше? Ну, представляете, вот такие. Кому от этого станет лучше? Да, люди готовы на крайние меры. Причем КТРовцы говорят, ребята, давайте кто угодно будет бастовать, только не врачи скорой помощи. Это как-то ко мне помощь не приедет. Давайте пытаться хотя бы обращать на это внимание, действительно поднимать эту проблему снизу, что с вашей помощью тоже мы постараемся делать. Спасибо вам огромное. С нами был Григорий Вячеславович Бобинов, председатель первичной организации профсоюза действий, врач скорой медицинской помощи. Спасибо, что были сегодня в нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok